Хочешь пари? Кто первый на крышу? Спорим, я тебя опережу. Ты же не боишься проиграть? Не твоя вина, что ты слоупок. Спорим, лишние деньги не помешают. Другое дело, слоупок. Покажешь мне, на что способен. Всем добра, юные паркурщики. Чтобы ни один упырь больше не посмел называть вас слоупоком и прочими ругательствами, я расскажу, как поступают реальные пацаны. И для начала нужно запомнить главное. Чтобы подняться к высотам местной иерархии, вам потребуется долго и упорно шариться по всем встречным мусоркам. В мусорках залог обеспеченной жизни в будущем. Погнали, бомжары, все расскажу сейчас. И главное, не забудьте забрать халяву от разработчиков. Я делал об этом отдельное видео, зайдите, посмотрите, что и как можно получить. Твич-дроп, правда, на момент выхода ролика все еще не работает, но разработчики уверяют, что все силы бросили на решение этой проблемы. Итак, с самого начала игры, еще с пролога, нужно помнить, что ты еще никакая не легенда Велидора, а бомж и мусорщик. И так будет продолжаться до тех пор, пока ты не прокачаешься, уровня до третьего хотя бы. Но чтобы не втянуться во все это собирательство навсегда, надо некоторые моменты пояснить. С самого начала игры пылесосим все закоулки на своем пути. Открываем все ящики, убиваем по возможности всех зараженных и лутаем, лутаем, лутаем. На ранних этапах игры это не так сложно. Да и все равно заняться особо нечем. А самое ценное из всего собранного мусора, это металлолом. Конечно, еще не стоит забывать про мед и ромашку. Кто бы мог подумать, что мед и ромашка – лучшее средство от укусов зараженных. Даже если зомбак живот прогрыз и кишки на руку наматывает, помажьте ранку медом, присыпьте лепестками ромашки, скажите «у собачки не боли» и все, через пару минут ты полностью здоров. Но главным все-таки являются болты и винтики. Потому что они являются основой крафта огромного количества предметов в игре. Поэтому не разбрасывайтесь и собирайте каждый шурупчик. И это – не пропускайте автоматы по продаже газировки. В каждом из них можно найти забытые монетки. Они, конечно, нахрен не нужны. Этими монетками можно отвлекать противников, но я вот ни разу не видел, чтобы кто-то этим пользовался. Да и сам ни разу из кармана их не доставал. Но устоять не могу, шмонаю все автоматы. Кстати, в прологе встретился один глюк. Я бы назвал его забавным, если б не потратил на него ту его хучу времени. Короче, как только подойдете к станции метро, увидите рядом автобусную станцию. На остановке осталось три автобуса. Естественно, я решил их облутать. Тем более я же вижу, внутри что-то подсвечивается. Я облазил автобусы сверху и снизу. Окна не разбить, двери закрыты, люк на крыше запер. Короче, разработчики тупо скопировали модельку автобуса, все замуровали, а сумки убрать забыли. Или забили. Так что не пытайтесь их осмотреть, не тратите время, все равно ничего не получится. Зато настоятельно рекомендую не пропускать ни одну мусорку в парках, в офисах, даже во дворах, где стоят контейнеры для мусора. Да, инлайт на первых этапах игры шикарный симулятор бомжа. С лутом мусорок вроде разобрались. А для чего ж мы руки-то морали? В игре есть не только бесючий глюк с автобусами. Разработчики оставили еще один глючок, которым мы и воспользуемся для сказочного обогащения. Эта магия позволяет просто клонировать предметы, практически ничего не делая. Из полученного металлолома крафтим, например, метательные ножи. Нам нужно набрать больше 99 штук. Главное, чтобы было больше одного стака предметов. Очень жаль, что этот глюк не работает с теми же самым металлоломом. Можно было бы навсегда забыть про обшаривание каждой встречной мусорки и трупов всех убитых зараженных. Тут даже спрятан глюк наоборот. Как только вы найдете 999 компонентов, больше в рюкзак вы положить подобных предметов не сможете. Я выложил эту кучу в сумку и пошел собирать еще немного. Вернулся со всем собранным и попробовал лишнее положить в рюкзак. Но ничего не получилось. Попробовал забрать из рюкзака в инвентарь. И это даже получилось. Только в инвентаре стало 999 предметов, а все излишки пропали. И тут обман. Ну ладно, за такое обманулого будем мстить 100 кратно. Так что же нужно сделать, чтобы заработать кучу бабла и больше не париться со сбором компонентов. В одном месте складываем полный стак предметов и еще чуть-чуть. И потом начинаем колдовать. Нажимаем на самый маленький стак и забираем максимальное количество, нажимая букву С. И так делаем, пока все предметы не кончатся. А потом то же самое в обратную сторону. И так до бесконечности, пока палец не устанет. Когда надоест кликать, забираем по максимуму, бежим к ближайшему продавцу и толкаем ему все. Повторять, пока у вас не будет столько золота, чтобы можно было скупить все предметы у всех торговцев. И такую фигню можно сделать с любым предметом, а на вырученные деньги покупать чего душе угодно. И так, с баблом закончили. Теперь пора подумать про физподготовку. Это ж игра в конце концов про паркур, а не про обшаривание урн. На первых этапах паркурщик из нас как из бомжа-балерина. Будем это исправлять. Но хочется это сделать быстро и незатратно. И я расскажу как. Идеальное место для прокачки Хибара, возле которой нас оставил Харон после одного из первых сюжетных заданий. Вот в этой точке. Тут и загорать под ультрафиолетом можно, и все места для прокачки и лута под рукой. Начнем, пожалуй, с прокачки паркура. Совсем недалеко от основной нашей базы есть еще одно место с лампами. А рядом отличная точка для первичной прокачки паркура. Я для себя выбрал вот эти две конструкции. Приходим ночью и начинаем носиться туда и сюда. Прыгаем, скачем и смотрим как фармятся очки паркура. Если станет скучно, можно выбесить какого-нибудь плакальщика и бегать в режиме погони. Это, конечно, весело, но особой прибавки для фарма паркура не дает. Так что рекомендую делать все в тишине и гордом одиночестве. Пару ночей таких забегов и вы прокачаете 2-3 очка паркура. Теперь главное прокачать умение прыжок в длину. И тогда у нас откроется новая возможность ночных тренировок. С этим умением мы будем фармить тонны очков. Только нужно перейти на другое место. Нам нужна точка подобная вот этой. По краям зданий должны быть небольшие возвышенности, с которых мы будем прыгать. И желательно, чтобы внизу была крыша одного из зданий. Чтоб если навернетесь, не убиться насмерть. Идеальное с этой точки зрения место находится вот здесь. Хотя можно найти и другие, это как вам хочется. Выходим как стемнеет и начинаем сигать с крыши на крышу. Опыт фармится только в путь. За ночь можно легко набрать около 80 тысяч очков паркура. Советую недельку потусить на этом тренажере. И потом уже сильно не париться из-за того, что не можете куда-то запрыгнуть или залезть. Бесить это потом будет больше, чем несколько ночей из-за взрослого сейчас. Что еще можно слегка прокачать в самом начале? Так это очки боя. Возвращаемся в первую точку. Если забудете, где несколько ночей паркурили в самом начале игры, то покажу на карте. Помните, во время паркура предлагал побесить плакальщика? Для очков паркура это было не особо нужно. А вот для прокачки боевки самое то. Прыгаем вниз и отвешиваем плакальщику увесистый пендель. И сразу же наверху. Можно немного побегать кругами, чтобы согрелись не только плакальщик, но и его подручные. Как только наберется толпа побольше, несемся к ближайшему убежищу и встречаем непрошенных дармоедов. Берем поварешку поувесистее и отгоняем упырей от бесплатной хавки. Главное, чтобы погоня не закончилась. Изредка надо выбегать и привлекать к себе как можно больше голодающих зомбаков. Максимальный уровень погони четвертый. Вертолеты и танки как в GTA не приедут, но зомби будут все злее и злее. Тут важно, чтобы место было подходящее. Если на первых этапах пойдет и показанное мной местечко, то дальше лучше перебраться, например, к церкви Святой Троицы. Там полно зомбаков бегает. Вас с одной стороны хорошо видно, а с другой перед лампами узкий коридор, и зараженные не могут вас окружить. А это залог успеха. Со временем вы научитесь добиваться максимального уровня погони и истреблять всех страждущих. Фарм боевого опыта течет рекой. Да еще и надбавки за вредность и ночную смену полагаются. Но это ночное развлечение. А что делать днем? Я скажу. По всему Велидору разбросаны магазины. Ночью там можно набрать кучу лута, но сейчас речь идет про прокачку боевки. Поэтому мы попремся в магазин днем. Днем в любом магазине народу, как в Черную Пятницу, не протолкнуться. Нам и не надо толкаться. Приседаем у входа и любым способом привлекаем к себе внимание зараженных. Они начинают толпой ломиться к перегороженным дверям, а мы садимся на картоны и начинаем махать ножичком во все стороны. Попадать будем не каждым ударом, но при должном упорстве минут за 10-15 можно зачистить магазин от большей толпы покупателей. А потом врываемся с обрезком трубы наперевес и выносим оставшихся. Повторять до тех пор, пока не стемнеет или не кончатся магазины в округе. Ночного бонуса, конечно, нет, но зато фарм идет тихо и спокойно, без лишних напрягов. Если магазины закончились, то рядом наверняка найдутся армейские конвои, ящики всякие и прочие развлекухи. Тут и боевого опыта наберетесь и приличного лута там достаточно. Тем более, что через небольшой промежуток времени практически все они обновляются и можно приходить заново. Днем также можно заняться открытием убежищ ночного бегуна и ветряками. Во-первых, это удобно, когда по всей карте есть места, где можно отдышаться и выспаться. А во-вторых, это дает немало опыта паркура и иногда даже очки боя. Минимум усилий, максимум профита. А еще там можно разжиться ромашкой, медом и прочими приятками. И постоянно осматривайте местность в бинокль. Нафига таскать его, если не пользоваться? Если в бинокле появляется прямоугольная рамка, значит в поле зрения есть какой-то неоткрытый объект. Внимательно исследуйте местность, пока прямоугольник не станет сужаться. Значит вы на верном пути. Как только он уменьшится до минимума, на карте появится новая точка для исследований. Очень полезная вещь, чтобы не бегать без толку по всему городу. Ну и последнее, о чем стоит поговорить, это оружие. В мясорубке прокачки боевого опыта, топоры и дубины ломаются минут за 10. А никаких ремонтных наборов или мастеров, которые смогут это сделать за бабло в игре нет. Единственный способ подлатать свои топоры, навесить на них апгрейд. Сделать это, правда, можно только на втором уровне, когда у вас появится оружие с дополнительными слотами. Для начала нужно найти мастера. Один из них очень удобно как раз в церкви и живет. Покупаем у него несколько разных приблуд. И как только оружие приходит практически в негодность, нужно навесить на него улучшение. Это повысит запас прочности оружия. Правда, действие это одноразовое, по крайней мере на первых этапах игры. Но это поможет в трудный момент не остаться с кулаками против толпы упырей. Потратив пару игровых недель на прокачку, вы с большим удовольствием сможете изучать мир в Велидора и справляться с заданиями и трудностями жизни Пилигрима. Буду рад, если помог своими советами, а еще больше буду рад подписке и прожатым лайкам. Не отправляйтесь на исследование мира с лоупоками, не позорьте честное имя Пилигримов. И всем добра. Ну ладно, мне пора. Продолжение следует...